Еще на год. Раде рекомендуют отсрочить полный переход на электронный парламент. Верховной Раде рекомендуют отсрочить полный переход на электронный документооборот еще на год. Такое решение принял Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР. Об этом сообщает информационное управление аппарата Рады. С 1 февраля должно было стартовать использование единой автоматизированной системы работы с документами в Раде в качестве единственного средства обработки всех документов, создаваемых в парламенте и поступающих в него. В то же время в 2020 году в регламент внесли ряд изменений, в частности усилили контрольную функцию Рады и предусмотрели ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте. Приведенные уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого. Неготовность введения исключительно электронной формы обусловлена также отсутствием механизма сдачи электронного архива, объясняют в Комитете. Соответствующий законопроект номер 4586 предлагает продлить возможность прохождения документов в бумажной форме на один год. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня сессии и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом, сказано в сообщении. Напомним, в начале февраля прошлого года закон об отсрочке окончательного перехода парламента на электронный документооборот вступил в силу. Он отсрочил переход на Е-парламент до 1 сентября 2020 года. Как писала РБК Украина, в Верховной Раде уверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.